Спонсор данного видео сайт ADV Profit. Вы просто создаете аккаунт, устанавливаете расширение, занимаетесь своими обычными делами в интернете и за это получаете деньги. ADV Profit, это заработок для ленивых. Ссылка в описании под видео. ADV Profit, это заработок для ленивых. Приехав к Александру в гости, я его не застал, но была записка «Приходи в зимушку». Изба Зимовья была построена Александром на берегу ручья. Рядом пройдешь, не увидишь. Сделано так потому, что есть еще среди охотников дрянные людишки. Придут напьются, все переломают, а то и избу спалят. Вот и приходится прятать Зимовья так, чтобы чужому глазу не бросались в глаза. Это вступление. Теперь сам рассказ. Время было часа два дня, может больше. Дорога знакомая. Прочитал записку я, закинул рюкзак и пошел. Со мной в то время была собака. Замечательный кобель. Имел массу дипломов по кабану, оленю, медведю. Зверовой пес. В общем. На пушмину он и внимания не обращал. Да она мне и без надобности была. Все охотники, будем смотреть правде в глаза, немного браконьеры. В этом нам помогает государство. Но браконьер браконьеру рознь. Если ты стрельнул косулю или кабана и с этим ушел, это нормально. А вот когда берут одну лицензию, а выщелкивают несколько десятков, пользуясь слабостью работы, егерей или их благословлением, и такое не редкость. Это и есть браконьеры. В общем выдвинулся я к зимовью. Как уж так получилось, не знаю, но хожаная не один десяток раз дорога закрутила меня. В пути застал вечер. Не стал я по сумеркам искать выход, а решил переночевать у костерка. В сентябре в Приморье еще тепло даже ночью. Набрал сухостоя, развел костер. Место выбрал у заваленной кедрины. А что? Выворот мощный и спина прикрыта, а спереди костер. Собака рядом и ружье. Какой сумасшедший зверь сунется? Да и собака предупредит заранее. В котелке согрел чаю, благо, ручеек недалеко был. Нарезал хлеба колбасы. Перекусил. Думаю, и поспать надо. Только ночью в лесу какой толком сон? Так, видимость. Может и посмеются этакие охотники-профи. Но когда вас два-три человека, сон безмятежен и крепок. А вот когда один, хоть есть и собака, и ружье, особо не заснешь. Так, дремота с провалами в сон. К каждому шороху ночного леса прислушиваешься непроизвольно. В общем, отужинали мы с псом. Он свернулся калачиком справа от меня, да и я стал задремывать. Вдруг слышу, листва шелестит, и не как при ходе зверя, а как будто человек идет. Вот. Охотники знают. Шаги различимы и очень. И вот к костру выходит дед. Высокого роста, черный или темно-зеленый плащ до пят почти не приглядывался. Поразила его борода, даже при свете костра видно было, что она белая, как снег, и длинные, почти до плеч, волоса. Шапки на нем не было. Любому человеку ночью в лесу рад, и я обрадовался, а не подумал, откуда ночью здесь человек, да без ружья. Но встал и пригласил его к костру. В котелке было еще чая наполовину. Колбаса была, хлеб. В рюкзаке запасная пластиковая кружка и ложка, всегда с собой ношу на всякий случай, не тяжесть, а всегда пригодится. Присаживайся, говорю. Дед, вон чайку попей. Колбасы, хлеба. Дед присел на небольшую вылежинку, которая была слева от меня. Упала она вместе с кедром. Вернее, падая, он вывернул и ее корни. Благодарствую, говорит. Вот только вашу еду на дух не переношу, а чай попью и за хлебушек благодарю. Налил я ему еще горячего чая, котелок стоял возле огня и не остыл. Дал хлеба, сахара. Дед сахар в кружку не стал класть, в прикуску ел, шумно так прихлебывая чай и откусывая кусочки хлеба от ламтя. Я его спрашиваю, что по ночам бродишь. Он, да я здесь недалече живу и тебя с твоим другом примечал здесь не раз. Ты-то приходящий, а он у меня частый гость. Вся эта беседа меня совсем не настораживала. Ни его манера говорить, ни то, что он нас знает и живет где-то рядом. Потом я уже соображал, а собака-то моя спит и ухом не ведет. Как и нет никого. Попил, значит. Дед чаю и говорит. Ну я пойду. Я ему так темень, оставайся у костра, а рассветет и пойдешь. Он это тебе рассвета ждать. А я тут каждый куст знаю. Все тропки исхожены. Ты вот что, парень, спи давай, сил набирайся. А вот завтра поутру на тропу выйдешь и к избе шустро придешь. Сходите в ложбинку, отпади влево, твой друг знает ее. Ты наверху иди, а он снизу по кустам пошебуршит, вот пару косули стрельнете. Ведь вам много не надо. Не хапужничаете вроде. Встал и пошел. Не помню, как я уснул. Да уснул так, будто дома в кровати за кирпичными стенами. Утром проснулся. Бодрый, выспавшийся. Пес хвостом виляет. Поразило меня только то, что кружка, с какой дед пил, стояла на валежине и куском бересты была прикрыта. А чай в ней горячий, и рядом на другой полоске коры лежала горбушка хлеба. Не моего городского, белого, а от крова черного и солью посыпана. Главное, что чай не мог быть горячим, костерок небольшой был. Прогорел до утра. Да и в котелке чая на донышке, и остывший он. Я почему-то все это позже анализировать начал, а тогда чай попил, хлеб съел, и пошли мы с собакой, да сразу и на тропу вышли. Мы, похоже, возле нее и ночевали. Пришел к зимовью. Про деда сначала, с порога, не стал рассказывать. Не знаю, почему. Сразу Александру сказал, пошли за косулями. Здесь рядом. Он, откуда им здесь взяться? Здесь их и не было никогда. Но уговорил я его. И не он, а я его повел к ложбинке, будто сам это место прекрасно знал. Подошли, как дед говорил, и Александру сказал, мол, давай я здесь, почему именно с этого места? Не знаю, поднимусь, а минут через 20 ты наискосок иди. Охотники знают, что зверь всегда в гору бежит. Так и сделали. Поднялся я. Слышу копытная дробь. Выскакивают три косуля. Самец и две самки. Вот самца я и взял, а через пару минут и Александра выстрел услышал. Подошел он ко мне вскоре и говорит, ну что. Я ему, вон рогач лежит. Он, и я одну взял, остальные удрали. Освежевали мы зверей, мясо порубили, к зимовью отнесли. Александр его в земляную нишу, выкопанную им, сложил, там все лето как ледник. Решили утром к дому выбираться, иначе пропадет мясо. Наварили, конечно, вечером полную кастрюлю свеженины. Вот после ужина я ему и рассказал о той ночи. Александр сперва посмеялся, приснилось тебе. Может и приснилось, но лунатизмом не страдаю, чтобы ночью искать сушняк и греть до утра чай. Да и берез возле того места, где я спал, не было и в помине. Потом Александр начал меня допрашивать с подробностями. Где спал, как и что было. Про место, где косуль добыли, с подробностями расспросил меня. Вот только он не помнил, где кедрино заваленное возле тропы лежит. Нет, говорит, там кедра упавшего. Я ему вот завтра покажу. Следопыт, своих мест не знаешь. Утром проснулись, упаковались и пошли. Шли по тропе, а кедра и вправду нет. И места того найти не могу. Пришлось по тропе туда-сюда пройтись, нет места ночевки и все. Наваждение. Пришли мы в село. Мясо в ледник Александр сложил и говорит, ты посиди, я сейчас смотаюсь тут к одному человеку. Побеседуем, если он дома. Сел я, закурил, ноги вытянул, находились все же за день. Идет Александр, а с ним старикашка такого бомжистого вида шлепает. Подошли, старикашка сигарету у меня выпросил и стал расспрашивать, что как и когда я видел и слышал. Все я ему повторил, что Александру вчера говорил. Старикашка и говорит, повезло тебе. Ты со стариком-лесовиком повстречался. Я ему, а в чем везение? Он, так не каждый из леса выходит после таких встреч, да еще и с добычей. Приглянулся ты, видно, ему. Суровый он старик-лесовик. Не каждому поможет. Иной раз в такие дебри заведет, что или вообще человек пропадает, или выйдет незнамо где. Ты еще с ним встретишься. Точно, поболтали еще ни о чем. Александр ногу от косули старикашки притащил, завернутую в полиэтилен, с тем старикашка и ушел. Я говорю Александру, что за бомж. Он, ты аккуратнее, не смотри на людей по внешности. Это наш местный охотник. Везет ему на охоте. Он, говорят, и Тигров ловил с командой. Да и вообще травами занимается. Все к нему за советами ходят. Но выпивает, но не до одури, а так, за компанию. Разум никогда не теряет. Вот такая история произошла со мной в одном из уголков Южного Приморья. А вот верить мне или нет, ваше право. Я не настаиваю. Рассказал, что и как со мной было. До сих пор не знаю, когда это я снова со стариком-лесовиком встречусь. Да и не ищу я с ним встречи специально. Как уж получится.